Девушки отдыхают Судия Никиты и Данила Васильева Сегодня мы и наши помощники, юные журналисты Будем подводить итоги мая Отправимся на фестиваль «Волжские встречи» Заглянем на ярмарку Узнаем, какая школа чебоксарок самая танцевальная И проверим, что делают ученики на уроках Когда из класса выходит учитель Никита, скажи, а какие бывают встречи? Долгожданные, приятные и не очень А еще встречи бывают волжские Так называется фестиваль, который уже много лет проходит в Чувашии Стодии юных журналистов, операторов, фотографов Со всех уголков России съезжаются, чтобы познакомиться Узнать много нового Написать интересные статьи Снять сюжеты Как это сделали корреспонденты программы «Акелбупсер» Возраст фестиваля «Волжские встречи» в разы больше возраста его участников 27 лет – это вам не шутки Кто-то приезжает в Чебоксары из года в год А кто-то в Чувашии впервые Звездный гость 27-го фестиваля Режиссер телеканалов «Дисней Карусель» Антон Михалев У меня так получилось, когда еще учился в институте Я единственный, кто с курса, среди своих однокурсников, не боялся работать с детьми Они всегда говорили, ну как, как-то с ними Они же ничего не понимают А мне наоборот с ними было проще всего И комфортнее, и интереснее работать И так это пошло, пошло, пошло И не хочу я уходить из этого Хочу оставаться с детьми Антон наглядно показал нам, что быть режиссером совсем непросто И так я актер Мой друг Саша, он в желтой футболке, режиссер Его задача вызвать у актера нужную эмоцию Например, удивление или злость Вот только я пока не знаю, что именно мне надо изобразить Так, Даня, успокойся, расслабься Расслабься Почти Получилось Нет, просто расслабься Прислушайся к звукам, которые ты слышишь Девочка только что бежала Ты что боишься? Просто пыль Я, кстати, тоже боюсь с этой темноты тоже И тут актер с непониманием посмотрел И... Я встану сейчас, наверное, в лагерь актеров И... И к чему это все было? Вот такая сложная работа режиссера Видите, просто так нельзя добиться нужной эмоции от актера Именно поэтому Дорогие друзья Вступайте в высшее учебное заведение В институт Учитесь Набирайтесь опыта И только тогда В следующий раз, когда мы встретимся с этими двумя бойцами И они будут уже выше меня Вы узнаете, как вызвать нужную эмоцию у актера Спасибо, друзья На фестивале многие мастер-классы идут параллельно В одном корпусе ребята учатся рисовать карикатуры В другом тренируются брать интервью Теории минимум Практики максимум Такая война, знаете, кто кого А на самом деле интервью-то есть война Такая хитрость Кто кого Вот эксперт Европейской медиа-академии Василий Карельский Призывает снимать не легкомысленные видеоблоги А глубокие материалы Но креативно Сегодня нужен ваш поворот Ваш серьезный и в то же время легкомысленный И дерзкий взгляд Эпатажный взгляд Непредсказуемый взгляд На какие-то вещи На этой площадке, похоже, поймали сразу двух зайцев Юные журналисты снимают ток-шоу И параллельно занимаются техникой речи Взяли палец Палец Вокнули в пупок Нашли все Положили ладошку Сверху встали палец Вот здесь у нас диафрагма Вот именно этим местом дышим Мы дышим не так, а мы дышим в живот И наполняем полностью А выдыхаем, мысленно пускаем через головные резонаторы У нас здесь пустоты есть У меня там немного пустот Наша съемочная группа провела на фестивале Всего несколько часов А теперь представьте Сколько полезного здесь можно узнать за 4 дня Даня Сергеев, Андрей Шоклев, Акилбупсер Никита, у меня для тебя подарок Держи Подушка Да, но не простая Поверь, в нее вложено много любви и добра Эту игрушку, как и множество других поделок Сделали ученики 56-й школы Для благотворительной ярмарки Все, 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 все на праздник Ярмарку начинаем Гостей приглашаем Просто яблоку негде упасть Сотни учеников 56-й школы буквально оккупировали первый этаж Здесь есть и продавцы, и покупатели, и зазывалы, и артисты Благотворительная ярмарка проходит в школе Во время празднования самого важного церковного праздника Пасхи Дело в том, что ученики, родители и учителя нашей школы Считают, что творить добро в жизни очень важное дело И поэтому уже второй год мы проводим в школе ярмарку под названием «Твори добро» Ребятки, наши родители, своими руками делают разные поделки, сувениры, изделия, вещи И с удовольствием продают их на ярмарке А все денежки, которые будут выручены в результате вот этой ярмарки Мы направим на лечение маленьких деток Которые нуждаются в дорогостоящих операциях и в дорогом лечении К ярмарке ученики школы готовились заранее Мастерили подделки, вязали носочки, плели браслетики, рисовали картины А сколько все это стоит? Вот это стоит примерно 150 рублей А сколько уже заработали? Очень много Вот столько Все на благо детей Вот еще продали пока что интервью Мы больше месяца назад узнали, что в работе благотворительная акция «Твори добро» И очень зарядились этой идеей И поэтому с детьми из салфеток сделали бумажную лилию Связали из пластиковых бутылок такую сумочку Вчера сделали буквально из яиц, из кельтера, миньонов, которые уже все распродали И нам очень радостно, что все деньги пойдут на благое дело Какая же ярмарка без сладостей? Вы когда-нибудь пробовали казахские пончики? А этим ребятам повезло В общем, каждый удивлял как мог Я сегодня корабельник Я хожу по всему этажу и продаю разные подделки Я уже продала несколько цыплят Как вы думаете, много ли денег можно собрать, продавая детские подделки? Я очень удивилась, когда узнала, что в этом году на лечение больным деткам собрали 37 тысяч рублей Эти средства уже отправили родителям Николаева Артема и Мухаммед Гараевой Амины Купите за 100 рублей! Купите! Ксюша Михайлова, Олег Якимов, Акилбубзер Идеи творить добро поддержали и юные режиссеры города Ученики детского медиа-центра Кучимова придумали и сняли вот такой ролик МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держи, это тебе Правда? Да? Спасибо вам большое! Пожалуйста! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем выпуск! Я гляжу, ты засиделся. У тебя пальцы танцуют. Слушай, а почему мы все время ведем передачу сидя? Давай танцевать? Давай! А что у нас дальше по сценарию? Информация о том, что в столице Чувашей прошелся российский конкурс «Самая танцевальная школа». За это почетное звание боролись 20 чебоксарских школ. Командам надо было придумать флешмут, посоперничать баттл, поставить танец в популярном фильме Леонида Гайдая, например, «Двенадцать стульев» или «Кавказская пленница». Отдельно оценивались и болельщики. Специальным прибором организаторы конкурса определяли уровень шума. Чем он выше, тем больше у школы шансов на победу. А теперь внимание! Самая танцевальная школа стала начальная общеобразовательная школа номер один. Ой, вы же нас сейчас видите! Наверное, мы сейчас похожи на хулиганство учеников. Как будто в класс внезапно заходит ученица и затоит нас в таком смешном виде. Слушай, отличная тема для расследования. Очень интересно, чем занимаются школьники на уроках, когда из класса выходит учительница. Тему продолжит Лера Волкова. Несколько лет назад по телевизору показывали фильм «Валерия Германики. Школа». Полстраны было шокировано увиденным. Так не бывает. Особенно поразило старшее поколение то, как дети ведут себя на уроках. Школьники же, напротив, ничуть не были удивлены. Они прекрасно знают, как ученики ведут себя во время урока, а особенно, когда учитель вышел из класса. Ну, учитель вышел, все, шум, да, в классе. Нет ничего, нормально. Пытается быть тихим, но не получается. Никогда не получается. Ну, например, если у нас будет самостоятельная и контрольная работа, все залезают в телефон и ищут ответы. Иногда мальчики музыку включают, мы слышим. Кто-то там сует даже иногда бывает. Например, я. Я решила провести эксперимент и специально попросила учительницу второго класса на пять минут выйти из кабинета. Мне даже не пришлось спрятать камеру, на меня никто не обращал внимания. Ребята стали шуметь и бегать по классу. Старшеклассники вели себя спокойнее. Вот только всего два человека выполняли задания, оставленные учителем. Остальные уткнулись в телефон, разговаривали. Кто-то вообще спал. Вот интересно, а задумывались ли учителя над тем, что творится в классе, пока их нет? Мои предположения, это, конечно, чем они могут заняться. Они начинают разговаривать, переговариваться. Кто-то сидит в интернете, в телефоне. В общем, занимается кто чем. А вы когда-нибудь заставали кого-нибудь в конфузной ситуации? Однажды, например, когда я зашла в класс, после отсутствия, недолгого, правда, отсутствия, получилось так, что ребенок чуть ли не на меня не наткнулся. Они бегали по классу, и вот такая ситуация произошла. Но пытаемся шутками выйти из этой ситуации без серьезных наказаний. Лучше пошутить, они лучше поймут и сделают для себя выводы. К сожалению, плохое поведение учеников может привести к травмам или дракам. Взрослые не просто так постоянно говорят нам о безопасности. Правила есть правила, и их нужно соблюдать. Валерия Волкова, Андрей Шоклев, Акеллбупсер. Ребята, у вас впереди целую каникулу для того, чтобы понять, как же все-таки надо вести себя на уроках. Ну а нам пора подводить итоги учебного года. Можно я немного пофалюсь? Я закончил четвертый класс всего лишь с одной четверкой. А я отличник. Мне, как и другим отличникам 29-й школы, полагается стипендия. А вот если бы ты учился в 59-й школе, то ты бы пошел в самый крутой ресторан. Необычный подарок. Согласен. Первое блюдо – это у нас лесная поляна, овощной салат, салатом Азербергом, огурчиком, перцем болгарским, перепелиными яйцами и помидорками-чериками. Вот так красочно и аппетитно рассказывает шеф-повар ресторана о своих творениях строгому жюри. В нем 11 человек. Все отличники 2-го Д-класса, 59-й школы. Ребят пригласили не только попробовать новые блюда детского меню, но еще и оценить их. Сначала внешний вид, затем вкус. У каждого дегустатора есть бланк, в который надо поставить смайлик. Например, улыбочку, если блюдо понравилось. Выбирать было очень трудно, потому что, например, одно кажется на вид такое вкусное-вкусное, а на самом деле оно не очень. А иногда наоборот, кажется таким невкусным, например, как сырники, а оказалось на вкус очень вкусно. Организаторы праздника теперь точно знают, что шашлычок с ананасами не стоит оставлять в детском меню. У него самые низкие оценки. Лидерами по вкусу стали салат «Лесная поляна», «Куриный супчик», «Сырники» и «Наггетсы». Наггетсы я ем уже давно, и они из курицы, а я люблю курицу. Аравиоли с Филадельфии мне понравились. Я их в первый раз ем, но у них просто очень вкусная начинка. Ну, фруктовый салат, он был сладкий. Ну, не знаю, почему он мне понравился. Ну, очень вкусный. А суп, мне нравятся макароны. Когда мама делала дома суп-макароны, я очень с удовольствием ела. И здесь дали так. И тоже очень вкусно было. Такой праздник для отличников решили проводить каждый год. Хороший стимул для отличной учебы. Я старался целый год пятерки получать. Наелся и объелся. Лена Егорова, Андрей Шоклев, Акилбупсер. Вот так плавно мы и перешли к каникулам. Где провести свое любимое время года, каждый решает сам. Но наши корреспонденты советуют отдыхать в городских парках. Да, мы действительно рекомендуем отдыхать в парках города. Были там уже сто раз? Тогда загляните в 101-й. Вас ждет немало сюрпризов. В Лакреевском лесу полным ходом уйдет строительство нового веревочного городка. Как вы выбираете деревья, которым привязываются веревки? Мы выбираем деревья, которые, во-первых, здоровые, чтобы они были не сухие, плотные, мы имеем в виду, и в окружности, чтобы они были не маленькие, и чтобы на этапах не было помех. Проверить на прочность эти веревки и свои нервы можно будет уже 1 июня, в День защиты детей. Проходить новые препятствия разрешать ребятам, рост которых больше 120 сантиметров. А это уже парк Николаева. Здесь городок работает несколько лет. Два этажа и два уровня сложности. Снизу казалось все просто, легко и не страшно, но когда я залезла на второй этаж, а это 8 метров, я испугалась и, конечно же, слезла. На самом деле ничего опасного нет, ведь у каждого, кто поднимается на взоту, есть страховка. Два карабина. Каждый раз на новой площадке мы будем наши карабины перестегивать с одного страховочного каната на другой. Карабины перестегивать очень просто. Одним пальчиком. Сперва мы отстегнем один карабин, пристегнем на следующую страховку. Только потом второй отстегиваем и пристегиваем рядом к первому. А одновременно два карабина отстегивать нельзя, правильно говоришь. Татьяна, сколько раз вы сами проходили этот веревочный городок? На самом деле очень много, даже прям не сосчитать. Это каждый день кого-то поднимать, спускать. Бывают случаи, что приходится даже с ребенком вместе проходить, если ребенок очень-очень боится. А кто быстрее проходит этот городок, дети или взрослые? Ну, физически, конечно, взрослым легче проходить. Но у детей, особенно у маленьких, нет такого чувства страха, как у взрослых. Поэтому детям, наверное, будет проще. А были ли когда-нибудь смешные ситуации или неловкие? Ну, взрослым, конечно, трудно. Бывает, у нас приходят прям тучные мужчины, 120 килограмм, которые хотят все это пройти. На самом деле это очень тяжело. Бывает, что женщины приходят на каблуках и прям хотят проходить. Ну, конечно же, у нас в правилах написано, что обувь должна быть удобная. Для того, чтобы пройти полосу препятствий полностью, вам понадобится примерно 40 минут, а потом заслуженная награда – спуск по троллею. Мне очень понравился спуск по троллею, потому что он такой захватывающий, быстрый и веселый, что мне хочется прокатиться еще и еще и еще. Мне запомнился этот спуск на всю жизнь. Вообще, спусков здесь три. Путешествие длиной 50 метров для самых смелых. А это горка для тех, кто соскучился по зимним забавам. Да-да, кататься с горки на ватрушке можно и летом. Ну и напоследок еще одна приятная новость. В парке Николаева открылось детское кафе. Под руководством повара здесь можно приготовить пиццу, а потом, конечно же, съесть ее. Представляете, как весело здесь пройдет день рождения или выпускной праздник. Превратить каникулы в приключения – это просто. Главное – оторваться, наконец, от компьютера. Настя Кириллова, Олег Якимов, Акелбупсер. И напоследок анонс. Вот уже третий год подряд национальное телевидение «Чуваши» проводит 1 июня большой праздник. Ура, каникулы! Ребята, приходите на Красную площадь в 15 часов, ищите нашу камеру, передавайте привет друзьям. А еще участвуйте в чемпионате по метанию порфелей. Мы не призываем вас на все лето забыть об учебе, просто хотим немного похулиганить. Мы по-прежнему ждем от вас новостей. Звоните по телефону 64 11 11 или пишите на Вконтакте. Программа «Акелбупсер» будет выходить в эфир и летом. Так что до скорой встречи на национальном телевидении «Чуваши». Хорошего летнего всем настроения! До свидания!